Кванториум открылся в Хабаровске. Это новый формат дополнительного образования по различным научно-исследовательским, а также инженерно-техническим направлениям. Подобные открываются по всей стране, их уже больше сотни. На каждый кванториум в федеральной власти выделяют многомиллионные средства. Репортаж Антона Примачева. Хабаровский кванториум уже второй в крае. Первый был открыт в 2016 году в Комсомольске-на-Амуре. Каждый кванториум сам для себя выбирает направление работы. В Хабаровске это авто, аэро, нано, био, хай-тек и энерджи направления. Федеральные власти на закупку оборудования выделили 71 миллион рублей. Есть специализированные оборудования, как станки для хай-тека, то есть вот такие тяжелые, как мы говорим, тяжелые оборудования. Есть оборудования, которые связаны именно компьютерные. Новые программы, новые компьютеры, которые помогают реализовать любой проект в любом направлении. В России кванториумы открываются с 2015 года. Это принципиально новая система дополнительного образования. Здесь главное не просто увлечь ребенка интересным занятием, а разработать проекты, которые могут применяться на реальных российских предприятиях и менять реальную жизнь. Каждый может убедиться, что кванториум это не просто кружок по интересам. Для этого нужно зайти на официальный сайт проекта, выбрать вкладку новости. И здесь вы легко найдете проекты, которые уже разработали дети. В Королеве школьники разработали специальный сундучок, на котором отправят в космос муравьев. В Скове создают транспорт для квадрокоптеров. Он будет доставлять мини-дроны для наблюдения в труднодоступные места, тем самым сберегая заряд их батарей. В Челябинской области идет работа над созданием автоматизированного мини-трактора. Он будет беспилотным. Мы на разных выставках, когда участвуем, к нам только не подходил. Был очень забавный случай, не буду называть страну. Такая страна, мягко скажем, с интересным военным положением. Им очень понравились наши наработки гео-квантума детей, точность позиционирования. И мы прямо объясняли, что нет. Они удивлялись, что наши дети делают то, что не делают их военные. Хабаровский кванториум сможет принять 800 школьников. Сейчас занятия проходят на базе Краевого центра образования. Но параллельно ремонтируется специализированное помещение по адресу Карла Макса, 113. Обучение в кванториумах бесплатное. Антон Примачев, Евгений Власов. Смотри Хабаровск. Записаться в кванториум могут дети от 10 лет до 17. Занятия проходят два раза в неделю. Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.